приветствую всех на канале мотковод с вами я юбок игорь моя любимая жена машенька машенька привет с нами сегодня наш пчеловод коллега мы находимся друзья скажу по порядку мы находимся в ивано-франковской области город сняты но тут в селе у пчеловода мотковода можем тоже сказать фамилия как символюк петро иванович сандалюк прошу прощения что мы тут вообще делаем каким мы тут ну как мы тут очутились очутились мы сегодня тут такое собрание пчеловодов по интересам которых интересует инструментальное осеменение и тут организовали ребята сборы и нас пригласили так как мы общаемся на эти темы периодически друг с другом и вот решили собрать уже как бы сказать практиков чтобы они поделились с нами кто только пытается этому научиться ну а так как находимся на пасеке и человека представим он нам покажет свои семейки расскажет про себя что-нибудь и пару слов займаемся пасеку уже не маленький час стараемся покращивать бджелу тому мы працюем всему напрямку с карпатской породы так тому мы и с вами спилку и мусе и тут и ваши дочки хоть в процессе и не знали то есть манки не тестуем багатьох матководьев и видны будут выводить и дочек и выводами и плане селекции мы будем працювать и штучному осеменение в том числе и тому мы и забираем ось сегодня тут да и будем ну мы снимать наверно саму лекцию не будем мы так как мы потом я тебе будет богатого увидим увидим и давайте пройдемся по пасеке есть два аппет баб аппет будиночки покажи машенька как внутри внутри все красивенько обитого гоночка красота красота нам 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 никак до этого руки не доходят тут 2 тут же с пластиковой дверью красота да ну и сейчас нам хозяин покажет как зимует так как бытует мнение что плохо по украине зимует и даже тут в округе говорят петро иванович рассказывать что и плохо и туда зимует ну есть есть звоночки как сказать а сейчас продемонстрирует хотя петро иванович говорит что и не особо так практикует лазить но супер видим да ребята ну улики у петра ивановича они проварены до в воск закройте закройте воск и парафин и парафин я воск и парафин воск и алий алия 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 ну и конечно такие деревянные улья они в себя не впитывают и конечно образуется там было видно что немного влаги на стену сейчас может еще какой-нибудь покажет и раз посмотрим попала на не одеваем тут родом щели ну чтобы выходила как бы надо гнездом получается пенопласт отсюда чтобы выходила ну да и тут и тут нету сидят шикарно сидят видишь и сидят круто сидят что что сказать зима скоро конец свет да еще не отошли от передней стенки уперте прямо там где должно быть тоже есть захист от свиниц как раз мы об этом только что за столом разговаривали я говорю я у себя на практике никогда это не практикую но множество пчеловодов это делают как и василь дочинец так и петро иванович эти вообще видишь сидят снизу одна рамочка лишняя немного при замерзли но красота так что друзья если плохо зимуют пчелы все-таки обращайте внимание на то как вы ведете свое пчеловодство как вы ведете свое пчеловодство и чтобы потом не винить поздние взятки или еще что-нибудь от пчеловода зависит многое в его давайте давайте покажем еще ваше поле петро иванович занимается не только пчеловодство он еще как это правильно назвать болеет такой болезни как различными как это назвать семена не семена растениями да и тут тут тоже улич до лекарственные растения тут тоже пчелосемьи и тут вот это все поле получается засажена различными лекарственными растениями там у нас видим лаванда ну а вы уже рассказывайте шоста лаванда цевся площадь лафан тибетский чебрец лимонный ну вот там где лафан тибетский ну вот это вот сейчас где скошено он вырастает друзья ну выше человеческого роста и тут ну вот это все поле получается лафанда тибетская да и пчелка мрай разные сорта мяты да ну короче а сколько приблизительно насчитывается единиц не единиц а имею ввиду наименований рослин а я затрудняюсь но орентировать ну 5-10 таких конкретных и и соп и так что вот такая вот у человека чтобы когось цикавило насиня лафанду тибетского безкоштовну можем отправить обожаю да мы под видео дадим номер телефона так как есть ребята которые вот например нас тоже интересовали какие-нибудь семена но мы в своей практике и посеять то не мы имеем где ну пока и а есть ребята действительно которые задают вопросы под роликами и говорят что где бы достать какие-нибудь семена вот есть человек который даже может бесплатно дать какое-то количество семян если кого интересует мы сделаем под видео в комментарии мы закрепим петра ивановича номер телефона чтобы могли позвонить из этих лекарственных растений также делаю чай да чай нам недавно послали и мы его ну будем будем честны руки так пока не дошли а одну зато весь ну как бы на наше жилище пахнет им ну дуже шикарно пахнет так что вот такие вот пасечники друзья видим что чтобы понимали насколько густо тоже стоят потому что некоторые там говорят что какая-то злая не злые пчелы а какие-то очень миролюбивые вот видим как густо стоят и человек работает и я могу показать и на какие места не облитываются между вуликами вот в лежаках в кишенях мы не облитываются там местами я 50 сантиметров 60 а типа там еще их карман для облета матки так там у меня в деяких вуликах еще запас нема машенька подойди видим что тут на лежаках а также петро все и вулики разведенческой пасеки да что есть основная семья получается спереди а есть также карман насколько на три рамочки воно в меню все пересувается скільки потребно есть ну можно сделать карман для облета матки а потом мудак даже в данный момент тут есть основная и запасная матка ну давайте откроем может это улька или тут уже подогрев кстати также также петро иванович практикует у себя подогрев с контролем температур с контролем температур ну покажите как оно работает если у кого-то интересовал вопрос друзья по поводу вот подогрева знаете куда можете обратиться так как перегородка она фиксуется вона питания и цейский какой нужен размер до выставляется делится улик на какую-то часть чтобы возможно было запасную матку облететь основная семья получается ну семье с этой стороны точно да есть перегородка которая регулируется на одну или на три рамки на сколько надо две основные семьи и две запасные матки да они и зимуют сейчас там тоже конечно ну мы тут ничего не увидим так как они где-нибудь там внизу а ну слышно конечно тут ну трошки погано вы петро иванович тихо очень говорите может не будет слышно чуть-чуть громче а я еще забываю микрофон погано с вентиляцией просто тут трошки по карману и не маяками видеться и приподняли и чтобы чтобы в нас на то в лежаку вообще я не знаю у кого в лежаках может быть влажность я когда зимовал для именно в кишин ну да просто ну когда нету тогда отпускаете туда опускаете вообще никаких проблем но с лежаками зимовка из лежаков это красота сколько у вас тут пчелосемей если честно я точно их цифр я не знаю я не обидел просто это все за все ну что может тут есть порядка ста да наверное нет трохи больше если в одиницях то почти все даже так да если если считать с отводками но так все равно с трех рамочного если теперь зимует это полноценные пакеты еще 1 сколько на 2 минимум 4 так это это семья это семья карманы 4-5 рамок это семья и лицее по 3 были вопросы как часто можно выставлять улья вот друзья вон машенька там приблизь покажи что там поля что есть какие-то посевы и вот насколько часто человек практикует у себя на пасеке размещения потому что не у каждого позволяет территория разместить вот а и территории я згидный мы выходим что еще и то что есть и и тут у на шо получается насколько тут получается где-то около 12 на 20 это будет около две с половиной сотки тут больше нету вот в этом квадратику да спочатку было два ряда а потом четыре а теперь же сместилось и уже 5 на ранее ну там была собачка не было миссия уже и там не так что возможно потому что карпатка хорошо ориентируется ей вот это такое межрядье она не страшно она находит свое жилище и она справляется с работой а кстати как у вас тут медосборами медосбори великих немає таких в середньому не жалеемся по-перше мы ставки робили як я в пакете продавались и дякуйте был каждый рік мы продавали более пакетная пасека но зато себя служить не как в наших регионах что вообще приходится кормить а тут себя обслуживать а в основном что на полях садят ну я останнім часом бывали цей репак и бывали соняшник а с потравами если потрав не не стараемся кисконтакт моты сами розумеете ну вот я с этим никогда не сталкивался но выходим что еще не главное желание можно все договориться с фермерами и вот место видим и вот вот ребята вот такая пасека ладно чтобы мы ролик не затягивали так как будет все таки собрание покажем кто там был покажем что да как а на этом пока нажимай на паузу итак друзья мы уже понемногу едем назад особо мы ничего не снимали я обычно на таких мероприятиях никогда не снимают так как на такие мероприятия когда ты уже приехал за 300 400 километров ну надо слушать они заниматься съемкой кстати если кто будет хотеть посмотреть о чем была речь я думаю у ивана филипчука будет на канале так как он снимал все это время он снимал я думал снимал это для своего канала так что если кого будет интересовать можете там посмотреть и вкратце что могу сказать значит из ректоров или как это сказать из ребят которые читали это был богдан бабуляш и иван запухляк но я вместе порчу фамилии не знаю чем и правильно звучат прошу прощения заранее но выполнили ребята поставлюсь перед ним задачу пришли рассказали на заданные вопросы из присутствующих на все ответили так что ребята молодцы за что им большое спасибо я задавал какие-то там вопросы какие меня интересовали тоже получил ответы по большому счету доволен поблагодарить людей каких нас принято да большое большое спасибо петру ивановичу за его жене как нас приняли накормили кстати вкусно все было вкусно а чернослив самый крутой также большое спасибо им за вести прививность то что нас приняли то что нас накормили и действительно хорошие люди которые которым короче хорошие люди респект ребята с с мероприятия данного у меня есть определенные фотографии которые снимал иван филипчук и скинул меня на вайбер и если у меня получится это слепить до куча я поставлю в конце ролика фотография а на этом буду заканчивать друзья подписываемся на наш канал ставим классы кому нравится дизлайк и все всем пока пока